Многочлены. Детальное знакомство. Есть целая книга Прасолова, очень хорошего популяризатора математики, которая так называется «многочлены». Кто хочет здесь и сейчас все узнать, можете просто почитать ее и попробовать поразбираться самостоятельно, порешать задачи и так далее. Значит, что такое многочлен? На как бы таком не сильно формальном уровне, но все же строгом. Это любое выражение, которое имеет вид А0 плюс А1 и Х плюс так далее, плюс АН и ХВН. Значит, что есть что? Н – это больше или равно нуля? Целое число, которое называется степенью. Степень многочлена. При этом подразумевается, имеется в виду, что АН не равно нулю. Иначе какого рожна мы вообще его записывали? Когда я пишу до Н степени, я имею в виду, что последний коэффициент не нулевой. И тогда я называю Н степенью многочлена. То есть это последняя старшая, самая старшая ненулевая, с ненулевым коэффициентом, входящая в эту запись степени Х. Значит, А0, А1 и так далее, любые, может быть и нулевые, пожалуйста, нет проблем, они могут быть все нулевые даже, числа. Но их называют коэффициенты. Коэффициенты. Значит, есть про многочлены два ключевых вопроса. Первое, операции над ними. Выполнение операций над двумя разными многочленами. А второе, второй вопрос, это вычисление значения в конкретных числах. Вычисление значений при конкретных Х. То есть многочлен как функция. И здесь есть специальная область 2' важная. Нахождение корней. Корень многочлена. То есть таких значений Х. Ну, давайте назовем У. Что вот это выражение равно нулю. То есть я как бы... Что значит вычисление значений? Это означает, что я просто вместо Х подставляю какие-то числа. Ну и тогда, вот если я поставил число У вместо Х. Значит, тут число А1 я умножаю на это У. Число А0 просто складываю с этим. Потом следующее слагаемое. Тут У в квадрате. То есть У умноженный на У. Ну, его еще умножают на А2. Тоже суммируют. Ну и так далее. Доходят до последнего. Возводят У в n-ую степень. То есть умножают У на себя n раз. Это, значит, считается, что... Подразумевает, что это возможно осуществить. Значит, ну и все это суммируют. А теперь, значит, самая интересная задача, связанная с многочленом, является задача поиска таких У, что если я вычислил вот это значение, это получился ноль в соответствующей числовой системе. Значит, теперь смотрите. Про операции я сейчас скажу. А пока давайте отметим, что для того, чтобы это было возможно, вот эти вот 2 и 2 штрих, для существимости этих операций с многочленом надо, чтобы вот эти вот все А, которые у нас есть, и все Y-ки подопытные, да, подопытные, жили в каком-то кольце. Тут я, значит, жили в кольце. Много раз буду повторять, никогда не устану, никогда не соскучусь, повторять, что такое кольцо. Напоминаю, да, что кольцо K это множество, я буду постепенно переходить на язык теории множества, множество, ну вот каких-то объектов, которые мы называем числами, да, чисел, с которыми можно выполнять обычные арифметические операции за исключением деления, с которыми всегда выполнимы, всегда по обычным правилам. Ну, кстати, когда-нибудь мы эти правила конкретно перепишем, чтобы уже полную строгость получить. До этого я не хотел перегружать строгостью изложения, поэтому мы это обычные правила мы введем чуть позже. Пока просто напишу по обычным правилам, значит, с которыми всегда по обычным правилам выполнимы сложения, вычитания и умножения. А деление не всегда, не обязательно выполнимы. Когда-то выполним, а когда-то нет. Ну вот, и если у нас есть какое-то кольцо, и если все А лежат в этом кольце, а Y, мы тоже, как бы, Y пробегает кольцо, то тогда мы можем вычислить для каждого из Y соответствующее выражение и приорвнять к нулю. То есть многочлены имеет смысл рассматривать со значениями, значит, с коэффициентами в каком-то кольце и применять их, да, то есть вычислять конкретные значения при подстановке тоже чисел из того же самого кольца. Но мы пока не так много колец знаем. Мы знаем целые числа. Я намекал, что мы будем знать гауссовые и эйзенштейновые, но пока мы знаем, кроме целых чисел, кольца вычетов. Поэтому в начале многочлены мы будем именно для вычетов рассматривать. Но давайте, прежде чем мы это сделаем, мы вернемся к пункту 1. Вот 1 — это операции над ними. Операции. Вот идея в следующем. Пусть мы вычислили какое-то значение в какой-то точке у такого многочлена, а потом у какого-то другого. b0 плюс b1 значит y плюс так далее как плюс bk yk. То есть были у нас два многочлена. Жили-были. Жили-были многочлены f от x, которые есть a0 плюс a1x плюс так далее плюс a nx в n. и g от x еще один многочлен, который был равен вот такому выражению. До k от степени. Степени k. Мы берем их как функцию. Рассматриваем, перебирая x равным каким-то числам из нашего кольца. Мы к какому-то y применили. И теперь делаем плюс, минус или умножить. Вот любую из этих операций. Вот какую хотите. И смотрим, что у нас получилось. Какое число? Чему оно равно? Оказывается, это проверяется в лоб. Оказывается, что если сразу сложить в скобках вычесть, умножить вот эти вот выражения естественным образом так, как кажется нужно правильно складывать. Как правильно нужно складывать? Вот сложить, например, вот такие два выражения. Ну, это значит просто соответствующие коэффициенты сложить, да? А вот плюс b0 плюс b1x плюс так далее плюс b kt xk, да? Вот. Если мы сложим их по естественному закону, что мы просто соответствующие коэффициенты складываем, вот, то в силу тех самых обычных правил, о которых мы говорим, ну, тут до какого-то момента, до минимума из n и k, допустим, k меньше n. Если k меньше n, то тогда будет ak плюс bk xk, а дальше уже пойдет ak плюс 1 xk плюс 1 и так далее. Вот. Ну, с вычитанием тоже все очевидно. И если теперь я y вот сюда подставляю и вычисляю вот это число, то оно будет равно тому же, как если бы я вот эти два числа сложил или вычил. То есть, смотрите, не вполне тривиальная идея. научиться складывать многочлены еще до того, как вы в них подставляете какие-то значения. Складывайте просто по этой формуле и тогда, чтобы вычислить сумму значений вот этого и этого многочлена при некотором y, вам просто нужно подставить вот в этот многочлен соответствующий y. Ну и произведение. С произведением очень интересно. Вы на самом деле хорошо знаете, как делается операция умножения. потому что вы умножаете числа, разложенные в некоторой системе исчисления. Почему многочлены на самом деле нам привычны? Потому что системы исчисления так устроены. Как вы умножаете эти два многочлена? a0, b0 плюс что при x здесь стоит? Ну, отслеживаем, какие будут первого первой степени a1, b0 плюс a0, b1 на x. Что при второй степени стоит? a2, b0 стоит, это нулевая степень и вторая. Потом две первые степени x на x это тоже x квадрат. Плюс a0, b2 x квадрат. Ну и так далее будет идти до какого последнего момента? Последний момент это a n умножить на bk умножить на x в степени n плюс k. Почему n плюс k? Ну, потому что представьте, что подставил сюда что-то значит y в n и на y в k и будет равно y в n плюс k естественно. Ну и чтобы мимикрировать вот это умножение сразу на стадии многочленов произвести его, нам нужна именно такая формула. Именно только для этой формулы в этом случае мы скажем, что если в многочлен равный произведению двух многочленов мы подставим какое-то число, то получится число, равное произведению двух чисел, а именно подстановка сюда y и подстановка сюда так работает математика. Мы хотим умножать многочлены так, чтобы можно было их умножать до того, как мы умножаем значения и просто подставлять. Вот. Ну и выясняется значит чудо состоит в том что определенные таким способом плюс, минус и умножить превращают множество вообще всех многочленов всех многочленов с коэффициентами в данном кольце k в кольцо. То есть сами многочлены тоже образуют кольцо. Конечно, гораздо большее, чем исходное, потому что любое число исходного кольца это как бы многочлен нулевой степени, когда здесь все остальные равны нулю. кольцо обозначаемое за k от x. Вот. Ну и вот, собственно говоря, мы будем это кольцо со всех сторон изучать.